В профессии журналиста Биана Курякина уже 25 лет. Начинала работать в муниципальной газете. И всегда у нее было желание писать на православную тематику. Потребность в церковном СМИ у города есть, считает Биана, так как это значимый сегмент в городской жизни. Церковь должна иметь свою площадку для освещения насущных вопросов. В нашем городе это сайт православных Саров, одноименные газеты и соцсети. Все это создавалось по инициативе женщины. Сайт у нас с 2007 года существует. В обновленном виде своем, нынешнем, с 2009. С соцсетью занимаюсь пару лет всего последних. А газета у нас с 2011 года. Газета наша «Восемь полос» издается два раза в месяц. Распространяется по приходским храмам в Сарове и в Дивейском районе. И по некоторым точкам, где много людей проходит. Это медицинские учреждения, администрация, дом ученых, деловой центр. Вот туда раскладываем. Православная сфера очень специфична. Чтобы успешно работать, надо владеть терминологией, разбираться в событиях и церковной жизни. Неподготовленный журналист в храме может просто не понять, что происходит, и наделать ошибок в подаче материала. У православного журналиста свое мировоззрение, и о церкви он пишет с любовью. То есть не ищет как бы жареных фактов. Православная журналистика в городе начала развиваться в период возрождения храмов. И сайт с газетой – своеобразный архивный источник. В нашем городе церковь занимается социальной работой. Это обширный пласт. И все мероприятия освещаются на сайте и в газете. Есть в православном Сарове и обратная связь с читателями. Это происходит в соцсетях. Все интересующие вопросы направляются священникам и затем публикуются. Вот мы пишем как для прихожан, так и для людей, интересующихся православием. Таких очень много, которые, может быть, не часто бывают в церкви, но с интересом следят за событиями. Это множество молодых семей, у которых детки, и они приобщают их к церковной жизни, вот воскресной школы. В подготовке номеров помогают прихожане. Присылают фотографии и тексты с интересных событий и поездок. Оказывают посильную помощь в издании и газете. Это вдохновляет и мотивирует, ведь главное для журналистов православного Сарова – это создание радости после прочтения.